Всем добрый день! Сегодняшний у нас будет такой вот большой-большой обзор. Что-то я не понял, а то что у нас тут за пакетик висит. Или это специально? А, вилку спрятали, а туда и вода натекла. Прикольно, ну да ладно. Начинаем путешествие от арки. Для тех, кто... Это наши потенциальные гости. Как раз заодно узнаете расстояние до моря. Кто не знает, вдруг, мало ли. Все равно мне отсюда выйти. От всех близлежащих домов, расстояние до моря, ну и прогуляемся по набережной в этот дождливый-дождливый денек. Сегодня у нас было штормовое какое-то, не знаю, предупреждение. Предупреждали о том, что будут сильные дожди. Возможно, выйдет река из берегов. Сизуапсе, там все-все-все вот эти вот наши на побережье реки. Но нам все равно. Мы прям по лужам идем домой по привычке. В данном случае от дома. Все льет, льет и льет. Погодка, конечно, не очень. Что делать? Чуть-чуть прогуляемся. Хотя я уже вижу, что одна капелька таки попала мне на камеру. Поэтому будем иногда протирать объективчик. Пардон. Я прошу прощения. Все это во благо. А может быть и капельки не было, там я слепой уже. Будет не очень приятный ветерок. Но эту защиту я сегодня не забыл. Я, в принципе, вообще в последнее время хожу только с ней. Вот она улица Калараш. Вот он ветер. Лужи. И ручьи текут прямо по улице. Но у нас нет ливневки. Была она в советские времена, но потом ее так немножечко заасфальтировали. Думали, что так будет лучше. А получилось, как говорится, как обычно. Разасфальтировать ее теперь, конечно же, гораздо тяжелее. Здесь вот в районе уже непосредственно поближе к морю еще остался фрагмент какой-то этой длинневки. Но порой он просто не справляется. И вы знаете, что в июле месяце во время сильного дождика у нас тут было весело. Можно было прям плавать на байдарках и каноэ. Прямо по вот этим вот местам. Ливневка тоже иногда забивается. И сейчас здесь просто стоит вода. Даже не знаю, как мы пойдем с вами. Супротив ветра-то особо не попрешь. Он-то дует. Дует-дует. Прямо в камеру. И мне в морду лица. Не знаю, я постараюсь держать зон таким образом, чтобы капли не попадали на объектив. Ну, если что, не обижайтесь. Я же старался. Не поверите, есть люди даже, которые прогуливаются сейчас под дождем, по морю, ну, по набережной, по пляжу. Без зонтика. Вон там пацан, наверное, в школу не пошел, ну и нафиг. И женщина одна гуляет. Небо с полшняком такое серо-матовое. Пойдемте через парк. Я сегодня здесь уже, конечно, снимал, утренний обзорчик был тут несколько часов назад. Ну, думаю, ничего плохого. Выйдем, выйдем, конечно же, на набережную туда. А обратно у меня вообще, знаете, какая мысль возникла? Есть там всякие разные функции. На этом, какого, господи, стабилизаторе и телефоне одновременно. Ну, ускоренную съемочку снять, вот обратный путь, так, чтобы не повторяться, сделать ускоренным. Сегодня утром здесь играла музыка, зазывала в дом великана сад бабочек, но, похоже, уже они прикрылись, так как сюда все только русалки могут какие-нибудь и водяные прийти. Дождь. В парке дождь. В этих местах обычно бывают лужи тоже большие, но это момент сильного очень дождя. Я не скажу, что это слабо, это такой умеренный, континентальный ну, пузырики. Мама говорит всегда, что если пузырики, это будет хороший дождь и долгий. Так что ждем хороший долгий дождь. Вот оно, колесо обозрения. Кто не видел, обратите внимание, разобранные вот эти вот все кабинки. Можно на них, конечно, прокатиться и в таком виде, но будет больно, наверное, мягким местам. Качельки, карусельки, все мокнет. Медленно и уверенно мы с вами выходим на улицу Павлова. Не так давно были ролики про улицу Павлова. Как и прибрежную часть, так и небрежную. Я имею в виду то, что за железной дорогой. А дождик усиливается. Ну и ладно. Зато фикуса цветут. Видите, он потом белый, красивый. И пахнет здорово, но сейчас аромат будет хуже передаваться, в связи с тем, что дождь. Сосед катается, пытается развернуться. Отель Прибой вероятнее всего работает, так что имейте в виду. Ох! Тут, конечно, на набережной ветерок хороший. Ну нас это не пугает. Мы всепогодные, хотя в последнее время я ленюсь. Такие вот ручьи текают по набережной. Надпись Сочи. Здесь вот смотрите, какую красоту наводят. Был тир, теперь не тир. Теперь будет что-то другое, но интересно, клинкинный кирпич. Очень даже классно. Мне нравятся вот такие вот клинкинные кирпичики и все, что с ними связано, я и медустроение, которое отделано и очень здорово, молодцы. Еще бы туалеты сделали какие-нибудь поинтереснее. Не такие гробики какие-то. Было бы вообще здорово. Ну что ж, плывем дальше. Дождь не планирует останавливаться. море красивое. Я тоже симпатичный и скромный. Вот тут что-то такое. А, тут прилавки, наверное, мотали. Достаточно сильный ветер, а море само по себе, знаете, бирюзовое, интересное. Может быть, где-нибудь там подальше я выйду. Ну, ребята даже ходят, фотографируются, прикиньте. Ну, я бы, наверное, не стал сфотографироваться он парень с девушкой под дождем прям. Наверное, приехали люди отдыхать. А тут такая погода. А может быть, они на один день приехали всего. Девушка в маске, женщина. Прикольно. Никого вокруг нету, только я, наверное, и все. И свежий морской воздух. Поэтому маски надо одевать. Это да. Кто знает, может быть, человек горло болит, а то я, конечно, я тут не прав. Может, специально, потому что дышать холодным воздухом тоже вредно. В столовой виноград что-то тут делают, пилят, готовят что-то к чему-то как-то. Ну, а я тупаю. По дождливому дождливому поселку Ладзевская, мимо Алкоматкета, который тоже закрыт. В такую погоду как говорится, собаку из дома не выгодит, тут алкаша даже из дома не выгодит. Ну, если вы проголодались, пожалуйста, можете заскочить сюда, погреться. Чулинтана. романтика, все, романтика закончилась. Суровые будни. Тихо, да нет, все делают, готовят к сезону все. Прям даже сейчас слышно шум такого-то там, такого снаряда строительного. На горизонте уже видна Гренада, улица Социалистическая, где я, наверное, закончу этот ролик. И буду попытаться вымахнуться, сделать что-нибудь такое интересное, красивое, но уже с телефоном на обратном пути. И три голубя решили обкакать все вот эти вот шашлычные номер один, два, три. Уселись, видите. им это удалось, но одновременно спрятались от дождя. Что им еще делать, я не знаю, у них же нет ни ютуба, ни телевизора, конечно же скучно. Сидят себе и ждут хорошей погоды, когда их кто-нибудь идет накормить. Кафе Моряк. Тоже отдыхаем. Да все отдыхают. Все, даже вот эти, которые по 30 рублей, если сувенирная продукция была, кроссовки у меня уже, несмотря на то, что непромокаемые, но чувствую, что все-таки даже непромокаемые кроссовки когда-нибудь становятся промокаемыми. Шашлячок, что-то роллстанье там у них выбито. Да, конечно, после зимы тут многим придется восстанавливать этот роллстан и все делать, но много проблем. Столовая чайка. Эх, внешний облик, столовая чайка, если честно, меня не очень радует. Это еще, я не знаю, какие, 70-е, наверное, года, что-то такое. Может быть, она даже моя ровесница когда-нибудь то ли дело фрегат поинтереснее будет. Ну, а я уже дошел практически до пляжа Горинада. Уже наблюдаю брата-близнеца моего пола. Сейчас мы выйдем с вами к морю, где и закончим этот ролик. А рыбаки, смотрите, мужики такие нормальные, с характером. Вон стоит, ловит рыбку, человек. Пикают миноискатели. А море у нас сегодня вот такое. мрачное, пасмурное, серое и горизонт из того же материала. Вот. Всем добрый день! Привет из дождливого-дождливого Лазарьского. А я попробую провести маленький эксперимент с телефоном и стабилизатором. пройду этим же маршрутом, но в другом формате. Всем говорю пока, до новых встреч в эфире. Где выложу второй ролик, я не знаю. Может быть даже на этом канале. Для сравнения. Маленький водопадик, видите, прямо в центре пряжи. всем пока, всем до новых встреч. Там вот улица социалистическая, но туда не пойду.